Что касается российских военных, там ситуация не сильно лучше, чем с дронами. Российские военные в последние недели, когда как раз идет вот эта активная часть российской попыток продвижения, жалуются постоянно на местные штурмы, на расстрелы. Я на этой неделе прям была неделя таких, как это сказать, описаний, как поют российские солдаты, непосредственно их глазами, их устами. И можете посмотреть, ознакомиться. Вот у Марии Певчих вышел фильм про предателей, а у меня несколько видео, тоже можно сказать, сериал про то, как на фронте все выглядит вот с этими российскими солдатами. И в принципе это все продолжается. Вот один из них записал видео, что ему угрожает расстрелом. В наслужащий 9-й роты 3-го батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады Росоловский Петр Александрович, жетон АВ-779458, рассказал о том, что командование бригады намерено расстрелять его и его сослуживаться с позывным «Калмык». Вот, давайте послушаем его. Зайчик, привет, короче, со мной. Пока что все нормально. Обстановка, короче, тяжелая у меня сейчас. Меня, короче, хотят обнулить свои же, расстрелять. Командование, ну, личная неприязнь. И, короче, я нахожусь сейчас на позиции. Командование не знает, они думают, я дезертировал, короче. Сбежал с позиции, думают. Меня вызывали туда, чтобы обнулить. У нас обнуляют там на болоте. Ну, расстреливает командование. У нас это, ну, 200-й бригаде в 3-м батальоне, 9-й рот. Стабильная, короче, ну, положня, короче. Это просто далеко не уходит. Ну, они меня туда вызвали, а я просто, ну, не пошел туда. Остался на позиции. Ну, опять же, повторю, меня подали, типа, в дезертирую и все такое. Типа, я за 500-ю с, я убежал. Так что, блядь, буду держаться сколько смогу. Есть обращения от родственников российских военных. Родственники одних из военных записали обращение к Путину. Сказали, что они могут выяснить, где вообще находятся их близкие. Давайте глянем. Обращаюсь от лица матерей, жен, сестер с просьбой ответить на вопрос, куда делись наши дети, братья, мужья. Счастье приходит ответ, что они с 30 июня числятся все без вести пропавшие. Хотя в июле они выполняли боевые задачи. Мы не знаем точно, что с ними произошло, куда они делись, у кого искать ответ. И кто может дать официальные документы, спрашивать, чтобы периодически силу иметь, а не просто так, отписки пустые. Кому обращаться за этими справками? С Порт-Лото обращаться за справками. Дорогие друзья, отправляете своих близких на войну, ждите гробы. Больше ничего не ждите. Также в этом видео, оно там большое, там еще и бывшие бойцы формирования Шторм-Зет заявили, что им не выдают положенные льготы, потому что они якобы являлись добровольцами. Матери и жены бойцов добавили, что не могут получить выплаты и документальные подтверждения того, что их близкие являются участниками войны с Украиной. Это уже второе видео, которое записывают, в том числе, калужские заключенные. В конце марта они записали видеообращение, в котором рассказывали, что из 230 человек живых осталось 38. Бойцы жаловались Путину, что их обманывают с зарплатами, не выдают удостоверения участников боевых действий и отшивают в различных инстанциях. С тех пор, по их словам, никаких подвижек не произошло. Ну, опять же, классическая история. Идете становиться фашистом, фашистскую оккупационную армию, будьте готовы, что вас обманут, вас предадут, вас расстреляют, вам не заплатят и так далее и тому подобное. Очередное напоминание тем, кто рассматривает для себя этот ужасный путь становления оккупанта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok